Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим наше путешествие по псалмам Давида. Книга Тегелим, псалом номер 4. Написано, этот псалом Давид сложил во время своего бегства от Авшалома. Ну, вообще, сам факт бегства от своего сына, который пытается закорнять твой трон, крайне неприятный. Многие вожди Израиля тогда перешли на сторону Буддавщика, и вот в своей песне Давид, как бы он вкладывает душу и излагает универсальный рецепт, как человеку побеждать, в том числе и свое злое начало. Пишут, что это невероятно многогранный псалом. Разные источники говорят о нем, давайте я коротко перечислю. Этот псалом как бальзам на израненную душу. Его читают в минуты отчаяния, печали, грусти, уныния. Его читают, когда нет выхода из сложившейся ситуации, и вера в лучшее не помогает. Пишут, что читают его при сильной нужде в материальных затруднениях, при недугах, при проблемах, связанных с физическим телом. Читают иногда и просто, когда нервничают, чтобы успокоиться. Написано, что в минуты невзгод, отчаянно, когда некому доверить свои мысли, очень помогает чтение четвертого псалма. Также этот псалом крайне необходим, когда человек теряет уверенность в себе. Нервные, которые люди плохо сдерживают эмоции, очень полезно читать этот псалом. В конфликтной ситуации, когда нет, кажется, выхода, вот тоже очень необходим. Но номер один, пишут этот псалом, это для парносы, для заработка. Вот это, из всех он один из самых сильных. Пуарабейну Хидадам пишут, что в книге Йосиф Беседерс, в древней рукописи, он нашел следующую сгулу. Тот человек, который хочет добиться успеха в бизнесе, у кого проблемы с парносой, если он куда-то направляется или что-то делает, он должен сказать, вот четвертый псалом Тегелим, три раза до восхода солнца, написано, и увидит успех в этом конкретном деле и хорошую парносу. Пишет Мальби, что царь Давид написал этот псалом, когда три года был голод в Израиле, и насмешники говорили, что причина этого голода грехи Давида, и написано, кстати, в книге Шмуйля написано, и был голод в одни Давида, три года, год за годом. И вот здесь была вложена, вот нехвата, была огромная нехватка, и вот Давид нашел выход из этой ситуации через этот псалом. Еще раз говорю, очень важный для заработка, его читают три раза рано утром. Написано еще одно, если о ком-то обеспокоишься, переживаешь за какого-то человека, сына, брата, друга, или еще что-то, и у человека важный какой-то суд, встреча, не знаю, что-то решающее дело, то до восхода солнца семь раз читают этот псалом, и говорят имя человека, на имя которого это читает, написано в кабале, что это невероятно помогающий для этого псалом. Еще одно важнейшее в этом псалме, это псалом, который всегда говорили мудрецы, это спасает от колдовства, от сглаза, от многого другого, от всякого негатива, потому что в словах люди, там написано в этом псалме, доколе честь моя в поругании, написано, что Давид Эмелых закодировал в этом пасуке одно из 72 имен Ашема, отменяющее колдовство и воздействие всех негативных сил. Вот из трех слов состоящие трехбуквенное имя. Мы не называем имен обычно, просто говорим. Мы это имя встречаем неоднократно в Торе, в связи с Яковом, Иосифом, и всегда оно употребляется отмен на колдовство, намерение убить или причинить зло. Еще удивительно, что это имя мы встречаем, также в ежедневно читаемой нами молитве на нас возложено. Она состоит из двух частей, и в конце первой части заканчивается словами, вот этими вот написано, Господь единственный Бог, от небесных высей до земных глубин нет никого. Последние три слова образуются то же самое имя из трех букв. Поразительно, что матрица Раби Хайма Воложина, знаменитая матрица, имеет тот же самый заглавный буквы, и опять вот это оберегающее слово образует. Поэтому Великий Псилом, повторяю еще раз, заработок, в первую очередь, он очень помогает для парносы, тех, кто чувствует неуверенность. И если вы, так сказать, не дай бог чувствуете какой-то сглас, вам кажется, какие-то негативные силы, то, что называют в простонародье колдовством, этот псалам тоже очень помогает. Ну, по-простому все. Брахавет слаха.